Добрый день! Хочу подвести небольшие итоги последних трех месяцев работы, ну и начнем. В принципе, начнем с видео, которое я выпускаю в последнее время. Дебютная теория. Вот эта тема на Immortal Chess Forum, в которых я выкладывал видео. Мы видим, что достаточно популярная тема. Мы видим, что первое сообщение получило 57 лайков. Мой уровень репутации на данном форуме составляет почти 200. Это очень большое число. Можно почитать отзывы к видео постепенно. То есть, как правило, они положительные. Люди просят снимать дополнительные видео. Это меня очень мотивирует делать подобные видео. Дальше. Так, ну еще. Полистаю, поищу самые большие благодарности. Ну, то есть, поскольку под каждым сообщением я вижу большое количество лайков, то есть, разное видео набирают от 20 лайков и больше. Я понимаю, что для англоязычной аудитории данная тема очень-таки интересна. Также, если вы особо ленивые и просто заходите в видео на английском языке и не хотите его смотреть, а просто копируете анализ из-под видео, то в одном из самых последних постов я выложу все вот эти базы. Видите? Здесь они собраны как отдельный файл. Это для особых лет сделано. Ну, в принципе, поскольку много благодарности на этом форуме, я считаю, что моя работа вызывает большой интерес, поэтому я буду продолжаться ей заниматься. Ну, давайте посмотрим, что это за базы. Каталонское начало 17 видео, 17 линий. Дебют рейте 26 видео, 26 линий. Защита Рогозина 39 видео. Ну, соответственно, 39 линий. Давайте прописываем 39 плюс 26. Это 65 и плюс 17. То есть 82 видео я уже сделал. Вот сейчас по защитениям Совища. В принципе, из-за того, что болел и участвовал в турнире этот проект задержался, но вы видите, что на сегодняшний день 47. Ну, это будет больше, чем 47, потому что вот это 47 будет как минимум 3 или 4 части раздробленные, и плюс еще останется пара линии. То есть около 55 видео будет по защите Немцовича. Самый масштабный проект из всех перечисленных. Ну, я займусь записью данного дебюта, очевидно, в следующем месяце. Теперь продолжим. Краткий обзор. В принципе, я должен поздравить двух подписчиков и зрителей моего канала. Плутона Гальперина с победой в чемпионате Украины. И Александра Юровских с победой в чемпионате Украины. Соответственно, Плутон Гальперин выиграл чемпионат Украины 20 лет. Александр Юровских выиграл чемпионат Украины до 18 лет. Вот такие вот зрители моего канала, на которых я, в принципе, ориентируюсь. Теперь немного о себе. Пару дней назад я наконец-то на данной игровой зоне через 24 набил себе рейтинг 2903. То есть, мне пришлось обыграть несколько гроссмейстеров в дороге. Так вот, у меня давно был рейтинг 800-2850. Ну, такой большой высоты я не добивался на этой игровой зоне. Я считаю, что она недооценена. Что она намного более интересная, чем Ческом. Конечно, минус того, что партии приходится вбивать по одной. В отличие от Ческома, потому что нет премиум членства. Премиум членство, к сожалению, тут дают только гроссмейстерам. Ну, можно посмотреть, в принципе, что мой результат достаточно высокий для данной игровой зоны. Давайте посмотрим. Где я тут? Ну, 156 по рейтингу. То есть, топ 200. Когда сколько человек играет на данной игровой зоне? 63 тысячи. Если вы понимаете, что это очень даже достойный результат. Ну, на Ческоме 2,500 я держу. Ну, плюс-минус иногда чуть вниз ухожу. Сейчас текущий 2,508. В принципе, могу спустить, могу поднять. Это не так важно. Но тактику решаю хорошо на Ческоме. Вот видите, мой рейтинг по тактике среди всего Ческома 89-й. То есть, у меня тактика 3300 на Ческоме. Это достаточно высокий результат. Если не верите, попробуйте порешать тактику. Вряд ли у вас это удастся достичь. Вот, допустим, видите, тактика. Ну, кто рядом? Допустим, Каруана 2,400 у него всего лишь рейтинг. По тактике, то есть, люди сидят, решают гроссмейстеры. И Зория гроссмейстер тоже 2,400. Антон Спирдов из Австралии 2,400. Гранделиус 2,500. Ну и так далее, допустим. Овескулов 3,500, допустим. Ну, то есть, процент решения задач, вот даже, ну или Сергей Азаров, 78%. Допустим, где там, Лек Ван Ле, 53%. То есть, гроссмейстеры топовые не имеют 100% решения задач, чтобы вы понимали, что задачи непростые. Вот, Каруана даже, вот видите, 81% задачи решает и так далее. Теперь перейдем к следующему. Разделу успехи учеников. Закончился не так давно, буквально пару недель назад. Мемориал Шелеста, турнир Б. Мой ученик Андрей Поломарчук занял первое место, чистое, без дележа. Выиграл в турнире. По-моему, первый раз за последние 5 или 6 лет. При предыдущих тренерах не получалось у него выигрывать в турнире. При мне он выиграл турнир. Ну и теперь основная тема данного видео. Успехи в Одессаве Сидорике в последнее время. Владислав в конце прошлого года, то есть в декабре месяце, выиграл турнир памяти Синицына «Классика» в Днепропетровске. С результатом 9 из 9. В этом году он выиграл Кубок Президента Николаевской Федерации Шахмат. Турнир Б. В январе этот турнир проходил первое место. Также недавно проходил чемпионат Украины. До 20 лет Владислав занял достаточно высокое седьмое место. место между чемпионкой Украины среди женщин, который он в партии обыграл. То есть мы видим, обыграл Юлия Смак чемпионка Украины среди женщин. И достаточно сильным мастером Фида Юрием Коконо. То есть достаточно хороший результат. Мог быть и лучше, но увы, несколько партий плохих в середине турнира не дали возможности побороться за медали. Ну, а также был Блиц-турнир чемпионат Украины. Увы, четвертое место. Это немного совсем до медали не хватает. Делёж 2-4, причём победа в личной встрече против чемпиона Украины по классике Путона Гальперина. Но увы, четвертое место. Тем не менее, хорошая прибавка к рейтингу. Плюс 35 пунктов. А также на днях буквально был мемориал Шелеста по Блицу. И Владислав занял в нём третье место. Первое место вы видите. И второе место. Монстры Блица. Олег Будников. Гроза Блица Киевского. И Николай Бортник. После того, как его брат Александр уехал в Америку. Сейчас это Гроза Николаевского Блица. Ну, и близко к ним его уровня никто не подходит. Ну, вот видите. Как бы, может это не показатель. Ну, третье место в таком составе. Причём мы видим, кого он обыграл. Мастера Фида. Владимира Сакуна, в том числе. Мастера спорта Украины Дмитрия Огорощенко. Мастера спорта Украины Константина Барсука. Ну, и так далее. Не случайность. Плюс 49 пунктов. И после обсчёта мы видим, что текущий рейтинг фидов Блиц у 14-летнего парня составляет 22,66. Достаточно солидный рейтинг. Это почти мастер-фида, если посмотреть на этот уровень. Также Владислав пару дней назад набил себе хороший рейтинг на Чизкоме. А именно 2,515. Ну, мы видим, что сегодня, допустим, он набил 2,515. 2,500 плюс у него было пару дней назад. С переменным успехом мы видим, что выступает. Куча партий может проиграть, потом кучу партий выиграть. Своеобразный молодой человек. Но, тем не менее, мы видим, что в таком возрасте можно набить рейтинг 2,515. Ну, и теперь делаем определённый вывод с данного видео. Почему-то зрители моего канала, я, мои ученики, достаточно успешные люди. Интересно, почему. А почему это происходит, поможет вам понять картинка в правом верхнем углу экрана. Тот, кто в комментариях напишет, что я имел в виду, получит определённый бонус. Спасибо за внимание. Думайте головой, а не смотрите всякие малокачественные видео, и низкокачественный Blitz контент. На этом всё. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok